Благословен Господь и Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, что даровал нам цей вечер, забрати всем разом во славу Его. Слава Иисусу Христу. Тема моей сегодняшней проповеди – единство. Как вы думаете, единство – хорошо это или плохо? Знаете, что я заметил? Когда я задаю вопросы, люди начинают задумываться и очень осторожно начинают отвечать. Так хорошо или плохо? Хорошо. Окей. Открываем Бытие, 11 глава. Начинаем читать с первого стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сена равнину и поселились там и сказали друг другу. Наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот, единство, один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. «Сойдем и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассел их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел их Господь по всей земле». Как вы думаете, в данный момент единство это было хорошо или плохо? Вообще единство это просто понятие. Это как спросить огонь, хорошо или плохо. Смотря в каком контексте, правда? Если мы кушать готовим, это хорошо. Если пожар на улице, это плохо. Так вот, хорошо или плохо единство зависит от того, против кого мы дружим. Против кого мы дружим? Само по себе единство это нейтральное понятие. Но вот мы за Бога или против Него? И смотрите, как интересно. Принцип «разделяя властву» провозгласил Цезарь Гайюлий Цезарь. Это был величайший римский император, самый известный в истории. Он внедрял этот принцип в политике. Он натравливал одних людей на других, они между собой ссорились, а он был молодец. Он всеми руководил. Из-за того, что люди не могли объединиться против него. И объединение, если мы посмотрим на природу, оно везде во всей природе. Ну, вся природа нам показывает объединение. Вот я в свое время профессионально занимался дрессировкой собак. Я изучал там собак, волков. И в советские времена еще был такой человек, Ясон Бадридзе. Он жил в Грузии, в заповеднике. Два года он жил в волчьей стае. Реально. Вот человек ушел в лес, прижился, сошелся с волками, жил в волчьей стае. И вот он рассказывал, он изучал их природу, их повадки. И он рассказывал, как они охотятся. Они приняли его как своего. И он охотился вместе с ними. Ну, конечно, он не хватал оленя зубами, но он участвовал в этой погоне, загонял его. И он говорит, когда волчья стае охотятся, ты просто ментально, они чувствуют ментально друг друга. На каком-то, говорит, неосознанном уровне я знал, куда мне надо идти, что мне надо делать. И он сам удивлялся. Для него это было, говорит, вот они как общаются между собой, но вот они чувствуют. Вот они как одна команда. Иначе они не выживут. Приходит такое время, волки живут семьями, по парам. Потом приходят волчат, они выводят. Но когда приходит зима, им надо охотиться, загонять большую добычу. И они объединяются в стае. Пять, шесть особей, десять, пятнадцать. Они объединяются, у них есть единство. Они все вместе. И так они выживают. У человека, где мы видим единство? Как-то мы пришли в школу, где мы когда-то учились. Знаете, когда я пришел к Богу, Бог поменял мое сердце. Я начал служить в кемпе. Я поехал на семинар. Был межконфессиональный семинар. И я изучал, как надо делать кемп. Это так коснулось моего сердца. Я первый раз должен был ехать в лагерь. И я пошел к своей учительнице, к классной руководительнице. Пришел к ней домой. Я постучал. Она вышла на крыльцо. У нее частный дом. Я говорю, Любовь Григорьевна, я хочу попросить у вас прощения. Говорит, за что? Говорю, мы так себя вели, когда учились в школе, что я говорю, сейчас буду ехать в лагерь, буду заниматься с детьми. Я не хотел бы, чтобы у меня были дети такие, как мы были у вас. Она меня пожурила и говорит, если бы ты знал, какие сейчас дети, то вы, говорит, были цветочками по сравнению с тем, что сейчас. Знаете, в тот год было очень большое благословение в служении. И вот мы пришли в эту школу. Мы решили, что мы хотим нести Слово Божие в эту школу. И как мы можем достичь? Директор другой, учителя еще остались, те, которые нас знали. Мы решили заниматься с детьми баскетболом. Вот представляете, я был тренером по баскетболу. У меня рост 165 сантиметров. Правила игры, ну как я играл когда-то в школе баскетбол, но сильно не вникал. Правила игры я почитал уже по дороге на первую тренировку. Мы собрали учеников седьмых-восьмых классов. Пришло человек 40. Играло две команды по пять человек. По одной в каждой команде был кто-то из нашей молодежи. А остальным что делать? Остальные наблюдают. И знаете, мы так поделились. У меня была команда самая слабая. В команде один был игрок, который играет. Меня можно не считать. И одна девочка была, которая более-менее играла. И трое вообще нулевых такие, как я. И этот мальчик, который сильный игрок, он был и впереди, и сзади, и сбоку. И сам себе пас давал. И так, и так играл. Я говорю, не надо так делать. Надо играть. Это командная игра. Играй в пас. Он на всех ругался, пока не заматерился. А у нас был уговор, кто заматерится, отжимается 20 раз. Он не захотел. Говорю, тогда ты не будешь играть. Он нервничает. Пена из рота летит. Вы без меня проиграйте. Говорю, значит, так и будет. Он ушел. Потом вернулся, отжался. Начали играть. Я говорю, очень важно, очень важно. Баскетбол – это как жизнь. И очень важно, чтобы был в жизни кто-то, кому ты можешь дать пас. Я ему говорю, ты иди вперед, а вы играйте на него. Если ты не справляешься, скинь мяч назад. Говорит, они же не будут знать, что делать. Говорю, буду знать. Они просто его тебе обратно отдадут. И я бы сам, наверное, не поверил, если бы я не был участником. Семь игр подряд нас не могли выбить. Мы играли на вылет. Потом просто пришла физическая усталость. Дети устали и проиграли. Семь игр подряд самая слабая команда выигрывала. Почему? Потому что было единство. Потому что команда играла как команда. Было единство. Команда – это один организм. Что их объединяет? Любую команду что объединяет? Птицы слетаются по роду своему. Вот вороны с воронами, воробьи с воробьями, наркоманы с наркоманами, христиане с христианами, баскетболисты с баскетболистами. Их объединяет какая-то цель. Правда или нет? Что нас объединяет? Вот просто посмотрите вокруг. Мы все очень разные, правда? Разного возраста, разного социального положения. Что нас объединяет? Иисус Христос. Аллилуйя! Иисус Христос. Нас объединяет цель. Мы есть церковь. Что такое церковь? Это собрание, да? Экклесия. Это собрание. По какому признаку мы здесь собрались? Волки собираются в стаю. Волки с волками собираются. По какому признаку мы здесь собрались? Духом Святым. Знаете, вчера, сегодня вернее, ровно два года, как в церкви Ленинг Стрим появилось служение внутреннего исцеления. Ровно два года. И вчера вот группа собиралась и праздновали. И был такой месседж. Один дух. One spirit. Один дух. Мы все напоены одним духом. Давайте откроем Иоанна 17 главу. С 11 стиха. И потом с 19. Иисус говорит, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче во мне, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Смотрите, в четырех стихах слово едино употребляется пять раз. Есть такой метод изучения Библии, индуктивный метод. Он основывается на том, что ты смотришь главу, например, изучаешь главу. Ты выделяешь слово, которое чаще всего употребляется. Это слово главное в этой главе. Оно несет самую большую смысловую нагрузку. Так вот, здесь Иисус Христос, когда молился, перед тем, как уйти к Отцу, Он молился о единстве. И Он говорит, почему? Он говорит, и познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Когда будут едины, когда христиане в единстве, тогда мир познает, что мы в Иисусе Христе. Заповедь новую даю вам, говорит Иисус, да любите друг друга. Как мы можем быть в единстве, если мы не имеем друг ко другу любви? Или как мы можем любить друг друга, если мы не вместе? Никогда не задумывались об этом? В чем заключается единство? Смотрите, в церкви есть разные служения. Мы разные люди, но мы все вместе, тело Иисуса Христа. 1 Коринфянам 12 глава. С 12 стиха. Написано так, как одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или элины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Все мы одним духом крестились в одно тело. Что это означает? Что означает, что все мы одно тело, как один организм. Это не одна организация. Тело – это организм. Организация поделяется на какие-то подразделения. В организации директор имеет влияние на своих работников. Каким образом? Он платит им зарплату. Он им может зарплату не выдать, он им может премию дать, может не дать. В церкви, например, пастор не имеет таких полномочий, правда? Пастор же нам зарплату не платит. Почему мы приходим в церковь? Для кого это надо? Потому что Дух Святой наполняет твою внутренность. И пасторю не надо тебя заставлять куда-то ходить, что-то делать. Как устроено тело? Если в голову приходит мысль. Взять телефон. У меня ноги несут меня к телефону. Рука протягивается, берет телефон и поднимает его. Смотрите, одна и та же команда, одна и та же мысль приходит разным членам. Члены не похожи друг на друга. На руках можно ходить, я когда-то пробовал, но это очень неудобно. И если ходить по асфальту, то ботинки, они так пошиты, что они для ног пошиты. Лучше ногами ходить. Рука она берет, но эти мысли, это центральная нервная система. Она задействует все члены одновременно. Голова подумала и тело среагировало. Пастырь, церковь это не пастыря. Пастырь не хозяин церкви. Есть один хозяин Иисус Христос. Пастырь он служитель. И мы, когда приходим в церковь служить Богу, мы не служим пастырю. Мы есть тело Иисуса Христа. Ты сам Иисус Христос, сам Господь, Он имеет отношение лично с тобой. Ты есть член тела Иисуса Христа. И Он лично тебе говорит. Лично тебе через проповедь, через Библию, в молитве, через обстоятельства. Но Бог говорит конкретно тебе. Конкретно тебе. И если ты Его не слышишь, это проблема. Потому что если нервные импульсы не доходят до руки, рука висит как плеть. Мы читаем в Библии истории, когда человек имел сухую руку. И он имел нужду в исцелении. Мало того, Иисус Христос в субботу пришлось Его исцелять. Это все увидели. Человек был болен. Рука была больна, она висела как плеть. Если человек, член церкви Иисуса Христа не слышит Его голос, надо что-то делать. Это не страшно. Это, ну, я говорю не как порицание. Я говорю как набат. Как звук. Есть проблема. Вот когда ты не ощущаешь свою руку, ты делаешь что-то или нет? У кого было такое, что он руку не ощущает? Я когда-то спал, заспал руку, просыпаюсь, смотрю на руку и не ощущаю ее. Взял другой рукой, подвинул ее к себе. Она двигается, ну, подвигается, но я ее не чувствую, я испугался. Я начал ее бить, я ее не чувствую. Что-то было не так. Я начал ее массажировать, наверное, минут 10, пока не восстановился кровообращение. Если человек, будучи членом тела Иисуса Христа, не слышит голос Бога, не имеет конкретно личного общения с Богом, значит, что-то не так. Значит, он болен. Значит, надо бить в набат. Надо что-то делать. Церковь, церковь это не калека. Написано в Библии, в песне песней, 6 глава, 4 стихом написано, «Ты прекрасна, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Церковь Божья грозна, как полки со знаменами. Когда-то были такие войны, был город в Греции, Спарта, в провинции Лакония. Наверное, это был самый известный спартанский город. И там были, он известен тем, что там были очень суровые воины. Их мальчиков с детства воспитывали очень сурово. И вот это спартанский воин. Вот на щите у них такая буква «Л» греческая, означает Лакония, провинция, где они жили. И вот воин, он имел вот такую экипировку. Это тяжеловооруженный пехотинец. Это была основа любой армии того времени. Он имел тяжелое вооружение, большой щит, потому что щит был малый, был большой. И когда воины уходили на войну, на сражение, то матери, которые провожали молодых воинов или жены, которые провожали уже взрослых, у них очень известно такое есть выражение, И когда вручали им щит, говорили или с ним, или на нем. Со щитом или на щите. То есть возвращайся или со щитом, или на щите. Почему именно щит? То есть воин должен вернуться или со щитом, или мертвым должны его принести на щите. Он не должен потерять свой щит. Человека, который терял свой щит, его покрывали позором, вплоть до смертной казни иногда доходило. Почему? Как вы думаете? Почему не шлем? Почему не латы, не панцирь, не копье, не меч? Почему именно щит? Кстати, в то время щит был самый дорогой элемент вооружения. Можно следующую картинку? Вот это воины в строю. Когда стоит строй, воин со щитом, он защищает не только себя, потому что шлем, латы, это элементы персонального вооружения, персональной защиты. А щит – это элемент групповой защиты. Он защищает не только себя, он защищает тех, кто стоит рядом. И вот этот строй, тут хорошо видно, тут конница не может пробиться, потому что лошадь не идет на щит. Стена щитов стоит. И они друг за другом стоят горой. Вот это и есть символ церкви. Церковь, написано, она грозна, как полки со знаменами. И каждый стоит на своем месте. И каждый стоит со щитом. И когда мы принимаем причастие, в это воскресенье будет причастие. Первым коринфянам Павел пишет в 11 главе, 28 стихом. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Когда мы будем принимать причастие, подумай, какое твое место в строю, где ты стоишь, какое ты служение несешь. Знаете, в церкви очень много служений. Очень много. Есть молитвенные служения. Есть евангелизация, есть проповедь, есть прославление. Есть, может, кто не знает, каждое служение, воскресенье, на протяжении трех служений есть молитвенная комната. Есть люди, которые приходят и молятся. Например, человек приходит в третье служение в зал, а первые два служения или одно служение, он идет и молится за то, чтобы Господь благословил служение, благословил проповедника, благословил пастырей, благословил всю церковь, чтобы церковь напиталась. И каждый может в нем участвовать. Есть служение на парковке, есть служение ашеров. Это все служение. И нельзя сказать, что какое-то из них важное, а какое-то неважное. Это церковь. У нас нельзя сказать, что в теле вот у меня 10 пальцев на руках, еще 10 на ногах, одного не жалко, правда? Нет. Мы даже если уколем пальчик, нам жалко его, мы его перематываем, нам больно. Это церковь. Она грозна, как полки со знаменами. И если ты причащаешься, принимаешь причастие, то есть ты заявляешь, что ты есть член тела Иисуса Христа, член церкви, а служения еще не имеешь, подойди к продающим, скажи, вот вам серебро, используйте его, чтобы была прибыль. Подойди к служителям, скажи, я хочу нести служение, я не знаю какое. Определите меня на какое-то место. И ты можешь попробовать одно служение, второе, третье, но ты должен встать в строй. Или стой щитом, или на щите. И ты, потому что, если ты заявляешь, что ты будешь стоять в строю, а тебя там не будет. Написаны из-за этого многие проблемы, что человек, он причастие принимает, а не рассуждает о теле Господнем. А тело Господнее – это церковь. Аминь. Тело Господнее – это церковь. Аминь. Друзья мои. Тело Господнее – это церковь. Или нет? Может, кто-то не понимает, это такая концепция. Иисус Христос, будучи на земле, Он уже сейчас вознесся на крест, и Он умер и воскрес, и сейчас оставил церковь на земле. И здесь, на земле, мы тело Господнее, мы руки и ноги, и Дух Святой через нас хочет действовать. И как Христос будет действовать сейчас на земле? Через тебя и через меня. Ну, иначе Он не может действовать. Только так. Он оставил нас на земле, чтобы действовать. И церковь, она живая. Аминь. Живая. Аллилуйя. Церковь живая. Церковь не калека. Церковь грозна, как полки со знаменами. И церковь оставлена здесь. Для чего? Какая, смотрите, какая задача наша? Вокруг чего мы объединяемся? Единство? Вокруг чего? Христос пришел на землю для чего? Чтобы проповедовать Царство Небесное. И Он тогда проповедовал и сейчас проповедует. И тогда Он пришел воплоти, и Он взял 12 учеников, начал их учить, и они начали распространять Евангелие. И сейчас Он через нас делает то же самое. Он не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. У Него нет ни тени перемены. Это Бог. И Он нас призвал. Он нас спас и оправдал. Только через Иисуса Христа. Не потому, что мы такие классные. Но мы классные. Конечно, классные. Конечно. Но Он хочет и других людей привезти. Как один парень говорил. Я говорю, ребята, привлекайте. У нас было молодежное служение. Я говорю, приглашайте своих друзей. Рассказывайте им о Господе. Приглашайте. Один парень говорит, а зачем? Нам не так хорошо. Нам хорошо быть вместе. Я говорю, ну да. Но остальным людям тоже хочет. Ну, они имеют нужду. Может, еще пока не осознают. Они имеют нужду, чтобы прийти к Богу. Без Бога человек, он просто уйдет в тьму. И там, где ты есть, будь светом Иисуса Христа. На своей работе, на своей учебе, у своих родственников. Там, где ты живешь. Для своих соседей. Неважно. Везде, где ты находишь. Где ты едешь на дороге. То бывает, как засветим. Ослепляем. Ослепляем, да. Когда-то один такой сияющий упал с неба. Деница, сын зари. Знаете, и желание мое, просто помолиться сейчас за то, чтобы Господь дал каждому из нас чувствование единства в Иисусе Христе. Ты не сможешь этого ощутить, пока ты не будешь иметь с ним личных отношений. Знаете, каждый пусть готовится к причастию и размышляет о теле Господнем. И о своем месте в этом теле. И если ты еще не имеешь этого места, бери щит и занимай свое место в строю. Подойди к служителю. Не знаешь, куда, к какому служению примкнуть. Подходи к служителю, спрашивай. Или молись, проси у Бога видение. И Господь тебе обязательно даст. Обязательно. Потому что это его воля. Он нас к этому всех призвал. Помолимся. Благословенный Отец наш Небесный. Нет подобного тебе, Господь, ни на земле, ни на небе. И ты, Бог, единый есть. И мы все вместе, мы хотим быть едины вместе с тобой. Мы хотим быть едины в тебе. Господь, ты сказал, что ты хочешь быть в Отце и хочешь быть в нас. Чтобы та любовь, которую дал тебе Отец, она была в нас. И Отец возлюбил нас той любовью, которую дал тебе. Мы хотим быть едиными вместе с тобой, Господь. Мы хотим быть едиными в тебе. Мы хотим быть единым телом твоим, Господь. Единой церковью. Иметь одни и те же чувствования. Иметь одно и то же видение. Господь, мы просим тебя, объедини нас с Духом твоим, Святым. Благослови искать Твоего лица, Господь, каждый день нашей жизни. Господь, благослови искать Твоей воли в нашей жизни. Часто мы ищем руки Твоей, Господь. Благослови искать Твоего лица, искать Твоей воли и исполнять ее, живя здесь, на этой земле. Ты есть Бог истинный, и мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. И мы просим, Господь, поменяй нашу внутренность во имя Иисуса. Духом Своим святым сделай то, что угодно и Тебе. И да будет имя Твое благословенно в жизни церкви Твоей, Господь, и на этой земле, и в небесах. Тебе слава навеки и веки. Аминь.